В преддверии 9 мая представители партии «Единая Россия» традиционно поздравляют тверских ветеранов с наступающим Днём Победы. Многие фронтовики и труженики тыла уже в преклонном возрасте, а поэтому подарки и поздравления им доставляют прямо на дом. Депутат Тверской Государственной Думы Дмитрий Нечаев, как и большинство его коллег по депутатскому корпусу, каждый год отправляются по адресам, где живут пожилые защитники Родины и те, кто ковал победу в тылу, чтобы лично поздравить ветеранов и вручить им подарки от партии «Единая Россия» и администрации города. Юрий Яковлевич, поздравляем вас с наступающим праздником, с Днём Победы. Желаем вам доброго здоровья и, конечно, передаем вам слова огромной благодарности за вашу доблесть, за ваш подвиг, трудовой подвиг, ратный подвиг. Огромное вам спасибо. Юрию Яковлевичу уже 97 лет. Многие моменты его жизни связаны с войной и с победой над немецко-фашистскими оккупантами. Он с трепетом делился воспоминаниями своей жизни, чтобы сохранить память о Великой войне для потомков. Нашей съемочной команде ветеран рассказал не только о себе, но и о своем тесте, который участвовал в Ржевской битве. Когда коллеги нас освободили, то собрали, мобилизовали многих мужчин, в том числе его, и пешим ходом, не передевая, на фронт под Ржев. И сразу, надев только на них шапки со звездой, а форму даже еще не успели надеть, на передовую. И он в первом же бою получил ранение. У него чуть не отняли руку. И фактически у него даже не было медали за победу над Германией. Юрий Яковлевич искренне поддерживает наших солдат, отправившихся в зону СВО. Всем он желает скорее вернуться домой. Что бы вы им пожелали? Во-первых, пожелали, что все-таки, ну, конечно, желали очень трудно, чтобы остаться живым. Ветеранам к празднику были переданы продуктовые наборы, сладости и фрукты от партии «Единая Россия». Субтитры создавал DimaTorzok